всем привет мои хорошие сегодня вам покажу очень простой и вкусный рецепт баурсаков все ингредиенты подпишу внизу в инфобоксе в чашечку разбиваем два яйца все ингредиенты должны быть комнатной температуры добавляем 150 грамм сахара и растираем яйцо сахаром до бела теперь добавляем литр кефира также комнатной температуры я когда его выливаю вот так взбиваю немножко перемешиваю и теперь добавляю одну чайную ложку соды обычной пищевой без горки можно кстати добавить и разрыхлитель теперь оставлю кефир с содой минут на десять чтобы произошла реакция кефир окислился смотрите начинают образовываться пузырьки благодаря этому потом наши баурсаки будут пышными и красивыми теперь будем постепенно водить 1 килограмм просеянной муки я сначала добавляю муку прям в чашки перемешиваем венчиком пока не туго мешать а потом руками вымешиваю тоже прям в чашки вот смотрите мои хорошие уже туговато вымешивать венчиком я его убираю и дальше продолжаю вымешивать с помощью рук рук в общем кто как называет баурсаки да по разному может вам незнаком незнакомо это название кто-то говорит крепли кто-то говорит пышечки напишите в комментариях как вы называете эти вкусняшки и вот так постепенно добавляем муку замешу не тугое тесто чтобы тесто было легче выстаиваться я помыла чашку немножко смазала растительным маслом так и удобнее тесто вымешивать смотрите ничего не припает и ему будет легче расстояться теперь убираю тесто на час чтобы оно подошло закрываю полотенцем и пусть оно настоится тесто расстоялось прошел час оно не должно подниматься это пресное тесто и теперь я его подавлю немножко сначала и будем выпекать с вами баурсаки руки немножко смазала растительным маслом и стол слегка присыплю мукой потому что тесто на кефире оно все равно немного липнет смотрите какое хорошее получается самое главное чтобы оно не было забита мукой чуть-чуть подавлю его вот так прям к серединке приминаю разделю на две части и покажу вам интересный способ которым я как я делала все баурсаки да это у меня необычный способ тоже он от мамы вот пополам разрезаю я уже тут подготовила скалку и такую вот фигурную резалку она мне досталась от моего дедушки он сам ее делал она очень памятна для меня и когда я ее использую всегда вспоминаю деду своего так теперь раскатываем тесто толщиной примерно меньше сантиметра наверно 8 миллиметров тесто пузырится прям под скалкой смотрите это хорошо это значит вот они пузырики оно также будет пузыриться когда мы будем его жарить вот так я раскатала класс тесто поставила сковородку разогреваться потому что масло должно быть кипящим и теперь с помощью разрезователя кстати можно просто использовать нож обычный ну так красивее получается я разрезаю наше тесто сначала на длинные пласты можно кстати при желании сделать и обычные классические баурсаки с этого теста ну как я вам сказала ранее я называю и делаю как делала моя мама вот такие вот маленькие можно сделать просто теперь поперек еще раз разрезаю и в центре каждого прямоугольника делаю дырочку и выворачиваю наш будущий баурсак смотрите через эту дырочку продеваю один край и получается вот такой вот баурсак все я наливаю масло в сковороду и переходим к плите масло примерно один сантиметр то есть чтобы она не просто покрывала все дно а чтобы наши баурсаки в них в нем плавали и сковородка хорошо накалилась но я дам еще минутку чтобы накалилась масло так ну что масло раскалилась также я приготовила две вилочки мне удобнее переворачивать именно вилочками и в раскаленное масло опускаю баурсаки обжариваем до готовности с двух сторон до румяного состояния смотрите как они будут сейчас прям на глазах надуваться пышней вот таким вот образом они готовятся очень быстро смотрите как они поднимаются надуваются это девочки очень вкусно и переворачиваем наши баурсаки и обжариваем их еще с этой стороны до готовности две-три салфетки я стелю на тарелку и также вилочками вынимаю баурсаки давайте посмотрим да уже готов смотрите какой пышненький красивый на салфетке к этому дадим еще немножко вот какая красота получается жарятся они очень быстро смотрите какая красота получается пышненькие немножко сейчас полежат когда они полежат они еще вкуснее вот такая вот красота пышненькие очень вкусные можно и так просто кушать можно в прикуску с чем-то и конечно же много получается с этого теста вот я половинку ровно пожарила у меня вышло две тарелочки еще половинку убрала в холодильник и теперь пожарю либо вечером либо утром кстати если вы хотите половину нормы просто уменьшите все ингредиенты в два раза и сделайте половинку у нас большая семья поэтому я делаю так много вот такая вот вкуснятина все мои хорошие на этом я буду заканчивать свои видео не забывайте ставить лайк переходите на мой яндекс цен на телеграм канал все ссылочки у меня внизу в инфобоксе и всем пока пока хорошего настроения готовьте с удовольствием и увидимся